В семье Натальи врачей нет. Но стать медиком решила еще в детстве. После школы поступила в Томский медуниверситет. Позже вернулась в Хакасию. Сегодня она завтерапевтическим отделением Белоярской райбольницы. Мне хотелось помогать людям, лечить их. С детства у меня была такая мечта. Каждое утро Натальи Калмыковой начинается с обхода больных. Померить давление, узнать о самочувствии. Пациенты говорят, этот молодой врач для них не просто медработник, а самая настоящая сестра. В буквальном смысле этого слова. Видно, что хороший человек, добрый, общительный. Душевный человек. Ждем с нетерпением, когда Наталья Владимировна будет обходить. Каждый год Минздрав в Хакасии заботится о пополнении медучреждения новыми кадрами. Только в этом году в республике трудоустроились 120 врачей. Городские поликлиники, перинатальный центр. Некоторые, как и наша героиня, приезжают работать в село. Правительство республики Хакасия оказывает очень большую поддержку для молодых специалистов в качестве получения одного миллиона рублей, а также подъемной. То есть это тоже весомая помощь для молодой семьи, чтобы вернуться в село работать. На прямой линии с главой Хакасии обсуждали не только кадровый вопрос. Острой темой стало закрытие медучреждения в деревне Дихановка, Бийского района. Там уже много лет нет ФАПа. Врач выездной из Бии. Я прошу услышать нашу боль. Там живут дети войны, которые пережили трудные годы, а сейчас им отказано в этих услугах медицинских. Юрий Николаевич, как планировать будем к вам поездку? Давайте заедем туда, хорошо? Вместе посмотрим, поговорим. Добавьте тысяч по 15, по 20, и там будет специалист. А мы будем туда давать ФАПы и восстановим еще вещи. Давайте пообсуждаем эту тему, хорошо? Наговорились? Также на карандаш взяли ситуацию с ремонтом подъездных путей к перинатальному центру. Сегодня эти и другие вопросы здравоохранения находятся на контроле руководства республики и профильного министерства. Татьяна Лукуц, Руслан Шалгынов, РТС. Даже бюджет в рамках поддержки.